Качанг Прекрасный, незабываемый, уединенный, но в то же время вполне доступный остров. Находится он в 300 километров на юге-востоке от столицы Таиланда Бангкок и является третьим по величине в королевстве Таиланда после Букета и Самуи. Чанг вытянулся с севера на юг на 25 километров, а его ширина составляет 9 километров и общая площадь ориентировочная 215 квадратных километров. Чанг представляет собой чудесные длинные песчаные пляжи, разнообразную морскую жизнь. Коралловые рифы привлекают на остров тысячи туристов каждый год. Название Ко Чанг в переводе с тайского языка означает «остров слона». Своё название остров получил благодаря своей форме, которая на карте напоминает голову слона, перевёрнутая в сторону королевства Камбоджа. Удивительно, но изначально на острове слона сами слоны никогда не водились, и все являются завезёнными из провинции Исан. Всем доброго утречка. Мы сегодня начинаем очередной влог путешествий. Мы отправляемся в остров Ко Чанг. Маршрут будет проходить через туристические места. Мы их будем посещать вместе с вами. Если вы следите за этим, расстояние где-то примерно 250 километров с остановками 4 часа займёт. Мы на острове давно уже не были на этом, на Ко Чанге. До пирса. Потом мы на пароме переправляемся вместе с машиной. Там будем примерно на острове 3 ночи мы планируем. Ну, если понравится, то подольше остановимся. Сейчас мы едем на заправку. Заправляем полный бак. Заезжаем в магазин. Самое необходимое берём это, конечно, воду. Всё, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Первое место, которое мы посетим по дороге на Ко Чанг называется Viva Forest Farm. До него нам ехать 2 часа 140 километров. Это небольшой зоопарк с разными животными. Вход всего лишь 80 бат на человека. Животных можно покормить морковкой. Один стаканчик стоит 20 бат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нам зоопарк очень понравился. Рекомендуем посещение, особенно с детьми. Субтитры сделал DimaTorzok Следующее прекрасное место, которое мы посетим – Noenangpaya, провинция Чантабури. Это обзорная площадка с потрясающими видами на море и извилистой дорогой. Здесь хорошо прогуляться и сделать красивые фото. Напротив есть ресторанчики с недорогим кофе и напитками. Субтитры сделал DimaTorzok Следующая локация, которую мы посетим – это Мангровый лес. Он потрясающий. Такое ощущение, что ты попал в сказочный лес. После долгой дороги хорошо прогуляться и размять ноги. Послушать пение птиц, рассмотреть разные растения. Вход бесплатный. Рекомендуем прекрасное место для комфортной прогулки. Вот мы и добрались до тайского храма Ват Пакам Кайям Дну. Он находится в 90 километрах от барома по дороге на Ккачанг. Храмов в Таиланде очень много. Этот храм знаменит отделкой из росцами белого цвета с голубыми рисунками. Очень впечатляет храм своей красотой и грациозностью. Продолжение следует... Наступило время обеда. Мы нашли тайский ресторан на берегу моря. С блюдами из морепродуктов. Жареный рис с крабом. И овощи в кисло-сладком соусе с орешками кешью. Оказалось, очень вкусно приготовлено и совсем недорого. Ну вот наша дорога. Мы приближаемся к нашему причалу долгожданному. Ка Чанг Ферри. Это здесь билетики продают. Билет на взрослого стоит 80 бат. На строить человек 240 бат. Автомобиль перевозка. Средний автомобиль получается 120 бат. Я думаю, невысокая цена. 120 бат. Это на российские деньги примерно около 300 рублей. И время в пути примерно тоже около 30 минут. Все быстро организовано. Видите, мы уже на втором этаже. Здесь можно покушать, заказать такое экспромтом. Что-то там лапшишку заварить. Такие заварные дела. Напитки есть. Ну вот наш остров давно. Мы не были. Я же вам говорил об этом. Видите, какие-то перевалы. Здесь просто прям аж дух замирает. У нас в России таких нет перевалов. Потому что если чуть ледок, слава богу, здесь не бывает. Машина просто даже выдешно не поднимется. То, что высота, я думаю, что до 40 градусов есть. Приехали в наш отель. Он называется 15 Palm Beach Resort. Находится он на одном из лучших пляжей Качанга с белоснежным песком White Sand Beach. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доброе утро! Доброе утро! Позавтракая в ресторане, мы отправились прокатиться по острову. Посмотреть местные достопримечательности. Сейчас мы находимся на прекрасной обзорной площадке. С потрясающими видами на море и горы над пляжем White Sand Beach. Небольшой действующий китайский храм радует своими красками. Так, а сейчас мы с вами выдвигаемся еще в одно туристическое место. Водопад называется Клонг Монси. Вот такой специальный маршрут разрабатываем, чтобы бесплатные были и свободный доступ. Вот видите, сейчас, ну что я могу сказать, ну не Виктория. Здесь видите, эффект водопада зависит от сезона дождей. Есть дожди, красиво. Нет дождей, ну как есть. Так, сейчас мы приехали в деревню. Салакокок называется. То есть такая рыбацкая деревня. Здесь люди живут, они рыбу ловят, привозят, перерабатывают. И здесь видите, все организовано в одном месте. Вот такой пирс большой. Так, а это уже получается. Причал с маяком. Банг Бау. Тоже такое уже туристическое место считается. Здесь причал такой большой. Но я так понимаю, это для местных жителей. Здесь маяк стоит, видите, красивый. То есть что-то свое они привозят. Небольшого веса здесь загружают. Своими машинками, байками. И доставляют нужные места. Здесь все у них. Так вот. Тут же лодочки стоят. Катерки. Также напоследок мы посетили русскую православную церковь. Вечером мы пошли на ужин в ресторан с тайской кухней и заказали много блюд с морепродуктами. На следующий день продолжаем обследовать остров. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Очень хорошая обзорная площадка над пляжем Кайбэй с большими буквами Трат. Много туристов делают фото и любуются потрясающим видом Сиамского залива. Большой красный почтовый ящик. Это местная достопримечательность. Можно подписать и отправить открытку домой. Субтитры сделал DimaTorzok Он находится в самом конце западной стороны острова, в бухте Банбау. Местные говорят, что это корабль-призрак, а туристы, что когда-то это был лучший отель острова. Самое интересное во всей этой истории с заброшенным отелем – это происхождение главного корабля. По одной версии, главный корпус был построен на поднятом со дна французского корабля. По другой версии, раньше это был круизный корабль, который по каким-то причинам сначала бросили на побережье, а потом приспособили в люксовый отель. Тайцы – народ суеверный и не любят говорить о корабле-призраке. В общем, как любое заброшенное место, корабль-призрак оброс слухами и легендами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Видите, какой яркий закат? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Сабури посетили католический собор В самом сердце буддийской страны Собору более 100 лет Очень чисто, восхитительно красиво Стоит посетить обязательно Вход абсолютно бесплатный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другой, как всегда Скачанга дорога занимает Не меньше пяти часов Хотя некоторые говорят И за три часа успевает Но мы двигаемся, как правило Скачерской скоростью Почему так долго получается? Потому что все дороги Скачанга Они проходят через населенные пункты Соответственно там все светофоры Приходится на светофорах стоять И вот такая долгая дорога Вот мы заворачиваем уже На свой родной типорозит Ребят, ставьте лайки, не забывайте Пишите свои комментарии, пожелания Мы вас ждем Всегда прислушаемся К вашим советам Так что до встречи Субтитры сделал DimaTorzok